Всем привет! Сейчас ещё не ночь и не утро. Эта наша девочка так выгулялась в парке. Костя свозил её и Серёжку, и Рому. И Серёжку с Ромой отвёз домой, а Алиса пришла и просто выключилась. Она заснула. Сейчас она уже проснулась, это она так уже лежит просто. Мы её ждём делать уроки. Ну, как бы в первом классе ничего не задают, но из-за того, что пропускали, когда болели, или когда летали вот эти шахеды, все были тревоги, школы не было, то нам дают совет, как бы не задают домашку, а просто это называется, как бы дают совет сделать какие-то странички. Да, рекомендуют. И мы должны их пойти сделать. Вот это Костя сегодня принёс из парка, потому что задали такое задание. Ну, не задали, а предложили поучаствовать в осенней, как это называется, осенней ярмарке. Ну, что-то не ярмарка. Как это называется, я не знаю. В общем, там всякие поделки из желудей, шишек, палочек, будут стоять, и все будут на них смотреть. И выставка, во, выставка. А это надо когда надо? До конца недели сдать. Ну, это не обязательно прямо сегодня делать. И вот Костя нас собирал, не знаю, с детьми или сам. 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 Дети заняты были. На площадке бегали. Понятно. Мне кажется, им было бы интересно это собирать. Зря ты сам. Ну, мы ещё листики пойдём собирать с Алисочкой вместе. Мама. А. Завтра ночью, Серёжа, гулять с вами до вечера. И сегодня, если мама возвращает, ты и я, она ночью. Хорошо. Алиса очень обиделась, что когда они вернулись из парка, мы мальчишек отправили домой. Но мы ей объяснили, что у нас ещё куча уроков. Завтра школу. Алиска без друзей прямо жить не может. Жить не может вообще. Да, она обиделась, говорит, вы выгнали моих друзей. Мы говорим, да мы не выгоняли, выгнать это совсем другое. Это когда к тебе пришли, а мы сказали, ну идите отсюда. А ты с ними погуляла в парке, нагулялась, вернулась. И мы их просто отвезли домой, потому что есть ещё другие дела. Ну, она, конечно, очень сильно расстроилась. Так расстроилась, что заснула. Но это ещё потому, что она утром не выспалась. Ну, так что. Ну что, пойдём, Алиса? Давай, Мачунь, вставай. Прыгай мне на плечи. Пойдём в твою комнату. В твою комнату пойдём или в мою? В твою давай. Потому что мама придёт, а уроки делает. Я и так приду уроки делать. Мне подрезали шторы. Они стали короче. Вы знаете, я рада, что так произошло, что мы тогда с Костей поругались, что он на меня накричал, что я пошла и купила, наконец, себе шторы. Подумала о том, чего именно хочу я сама. И, ну, я кайфую. И от нового утюга кайфую, честно. Он так хорошо гладит. И от этих новых шторл я кайфую. Я очень сильно довольна. Мы постелили здесь коврик, потому что уже холодно, чтобы Лиса играла в эту кухоньку. Ну и, в общем, вот такой получился уголок. Удобный. Тут ещё живёт Мурочка с котятками. Вот сейчас как раз пришла их кормить. Здесь стоит её тазик, который я для плюшки покупала. Мы забрали его для Мурки. Вот. Запаха нет от него, потому что здесь, смотрите, вот эта штучка. Ну и другие кошки сюда не ходят, пока тут Мурка с котятами, чтобы не было конфликтов. Лиса сегодня с Серёжей опять сама ходила в магазин. Покупали сладости. Я их разложила здесь, в кухне. Ей оставила. Ну смотри, возьми сок. Вот это вот Орао и Твикс. Она жвачку просила. Да вот я бы не хотела, чтобы она сейчас ела жвачки. Ну ладно. А шоколадку надо? Тут ещё две шоколадки. Покажи. Смотри, она продавала, она написала «Шарики с молоком, сладости, шоколадка». Это вот она продавала, играла в магазин. Она пишет слова сама, ну я не знаю, она ещё не училась в школе писать словами. Меня это так удивляет. Ну понятно, что с ошибками она написала не молоко, а молоко. но всё равно догадывается, как написать. А вот там Муркин уголок с едой и водой. Там, после входа в туалет. Там я положила то, что руками надо стирать. Я не могу туда зайти. Вот я реально, я просто не могу зайти в ванную комнату. У меня там сейчас, блин, тревога. Алиса только наверх пошла. Иди, Мурка, иди к детям, пожалуйста. Иди хоть ты к детям. Бегает постоянно где-то. Но у этих детей, я не знаю, раз за день бывает. Я вообще удивлена, как они у неё развиваются. Кто ходит, кормит чужих туда, в коридор больших. Кто где-то гуляет. В общем, так себе мама из них. На чём я остановилась? На ванной комнате. Ванная комната очень сильно имеет запах канализации. Не помогло то, что я купила эти затычки. То есть я затыкаю раковину, затыкаю ванну, закрываем унитаз. Воняет всё равно. Раньше, когда такая проблема возникала, это помогало. То есть Костя говорил, то ли его ветром несёт этот запах как-то из канализации вверх. Сейчас это вообще не помогает. Причём запах стоит такой, что Алиса даже перестала туда в туалет ходить. Она сегодня зашла, говорит, мама, я не могу там дышать. Я включила приборчик, который измеряет опасные вещества. Приборчик зашкаливает. То есть там реально нельзя дышать. Ну, это опасно. Я стала гуглить, читать, Костю спрашивать, что делать. Он говорит, наверное, яма переполнена. Пойду посмотрю. Открыл яму. Нет, яма не переполнена. Я стала читать, что такое бывает, когда какая-то щель появляется. Ну, мало ли, у нас там бывает всякое. И дом ходуном ходил, когда взрывы были, было и такое. Ну, может, где-то щель появилась и оттуда идёт вот этот запах. Я не знаю, из-за чего это происходит. Костя сегодня всякие антисептики сыпал туда и в ту яму, и в унитаз. И, короче, не знаю уже, всё, что только можно. Всё равно это всё... Я чуть не плачу, честно, уже из-за этой канализации. Эта проблема была ещё, когда мы сюда заехали. Ещё с самого начала, время от времени. Потом там хозяин один выход нашёл. Мы яму откачивали, откачивали, откачивали. Она забивалась чуть ли не каждые три дня по тысяче гривен. Представьте. Мы уже вообще из-за этого здесь ну как бы не хотели жить, когда только начинали здесь жить. А потом хозяин нашёл решение проблемы там, которое, ну, некоторое время помогало. Вот сейчас опять начался этот ужас и кошмар. И я не знаю, что делать. Я не знаю. Я серьёзно, вчера чуть не расплакалась из-за этого. Или это уже нервы такие. Ну, представьте, ещё это смежно с нашей комнатой. Помните, здесь стекла не было в двери? Слава Богу, у нас сейчас есть. Вот представьте, если бы его не было и это бы всё шло сюда в комнату. Дверь невозможно открыть. Открываешь, сразу в комнату идёт этот запах. Ну, зачем оно нам с ребёнком? Надо травиться, дышать этим. И как это решить, я не знаю. Я решила записать вам разговорное видео, поболтать с вами. Бог с ними, с теми хейтерами, пускай тоже слушают. Просто, знаете, когда ты знаешь, тебя смотрят не только хорошие люди, не всегда хочется быть откровенным. Но, с другой стороны, у меня есть очень много хороших, добрых, любимых моих подписчиков. И мне даже хочется вам сказать спасибо. Начать с того, что сказать вам спасибо. Я вот думала эти дни, я думала, не зря ли я выбрала эту профессию, не зря ли я стала видеоблогером, не зря ли я пошла этим путём. сейчас это вдвойне, втройне сложно, потому что война, у одних одни взгляды, у других другие. Кто-то пишет там, зачем ты на русском разговариваешь и так далее. Ну, то есть, проблем возникает много. Но, но, я так подумала, вот не была бы я видеоблогером, я бы ничего не смогла дать своим близким. Я бы не смогла, хоть всю жизнь бы работала на зарплату, вот, глядя на пенсию бабушки Аллы, да, где-то в пределах трёх тысяч гривен, пенсия. Её лекарства обходятся, наверное, тысячи в десять, в месяц. Ну, то есть, тут речь не идёт даже о том, чтобы на лекарства хватало, не говоря уже там о питании, обо всём остальном. Её бы уже просто не было. У меня бы уже просто не было мамы, потому что мы год назад столкнулись с раком, нужна была операция, нужны были деньги. Её пенсии бы на это никак не хватило, понимаете? И когда я вот думаю вот так глобально, да, то есть, что я могу сделать для своих родных. Вот кто-то пишет, я там, может, сильно балую ребёнка, а я хочу, потому что я не смогла баловать своих старших, потому что мы всё время выживали, мы выбирали или купить покушать, или купить обувь, или купить игрушечку, понимаете? А я хочу этого, я хочу за свою жизнь почувствовать, успеть почувствовать возможности быть таким себе, волшебником, Дедом Морозом для своего ребёнка. В конце концов, её рожала не для того, чтобы в чём-то ущемлять, ради того, чтобы там делать ремонт или покупать себе жильё. Вот мне многие пишут, знаете, пишут часто, что зачем вы покупаете там игрушки, у вас уже этих игрушек, полон дом, вот она вырастет, лучше бы вы вкладывались в ремонты. А кто его знает, во что сейчас лучше вкладываться, вот скажите. у нас война, у нас кошмар, просто кошмар, у нас ночами над нами летают эти шахеды, их пытаются сбить, и никто никогда не знает, куда они упадут, ночей дома. Вот недавно в нашей области, несколько дней назад, погибла женщина, ночью, из-за шахедов, в нашей области, в Центральном, в Черкасской. Мы живём каждый день, как последний день, поэтому сейчас все, все ценности, все понятия, они все стали другими, всё перемешалось. Я не могу сказать, что лучше бы я делала ремонт, доделала ремонт там, в той квартире, да, в своей. Я не могу сказать, что лучше бы мы помогли Кате сделать ремонт в её квартире. Я не знаю, у меня уже просто, я уже сама не знаю, как лучше поступать и как лучше жить. Я уже просто, просто живу, просто как плыву по течению, да, не строю каких-то планов, Просто мечтаю ещё об одном нормальном дне Когда, например, ребёнок сходит в школу без тревоги Не будет сидеть в подвале Когда мы заснём в обнимочку И всю ночь не будет слышно взрывы То есть о таких банальных вещах Вот знаете, мне кто-то спрашивал, что мне нужно для счастья Вот только чтобы закончилась война, всё И я знаю, что многие из вас хотели бы сейчас узнать Как моё моральное состояние Как вообще дела Потому что когда я снимаю, как мы там с детьми играем, гуляем Ну понятно, что всё это выглядит как бы всё хорошо А на самом деле понятно же, что не всё хорошо Учитывая войну, учитывая то, что вы знаете, что мы и с Костей там ругались С Костей всё нормально Мы, в принципе, примирились Никто не расходится Хотя были такие и мысли, и даже разговоры Но успокоились, всё взвесили, оценили Всё хорошо, всё нормально у нас в отношениях По поводу Почему вы не делаете то, почему вы не делаете всё Вот мне очень много пишут Почему вы не сделаете себе зубы Там вот всякие такие, знаете, какие-то претензии Такие Ну может быть потому, что мы сейчас выплачиваем Катину машину Может быть потому, что зубы пришло сделать Косте Ну вот как вы думаете, можно одновременно платить за съёмный дом Я вам сейчас просто назову сумму, которую Костя отнёс в зубную Чтобы ему поставили эти 10 зубов У него два мостика сразу Два И это не так, как у меня У меня тут трёх зубов нету И мне это как бы особо не мешает Да, это некрасиво, но мне это не мешает Я наоборот кайфую, потому что у меня был дико неудобный мостик И я больше года я с ним мучилась Он мне постоянно мешал Вот А Костя, когда у него эти мостики там отпали Он же вообще не может ненормально есть, ненормально улыбнуться Ну ему хуже Он отнёс 40 тысяч гривен Чтобы вы понимали За эти два мостика Это ещё помимо работы, которую я буду делать Ну вот как вы думаете, реально Всё вот это вот, всё вместе, всё сразу, всё сделать Всё будет делаться постепенно В порядке важности Кому важнее Вот По поводу здоровья я тоже не уверена, что сейчас важнее вставлять мне зубы Я думаю, что там надо Костю повезти, ещё удалить пару родинок ему Которые мне очень не нравятся у него Ну в общем, проблем хватает В то же время я же говорю, я хочу, чтобы ребёнок был счастливый Ребёнка ущемлять Это для меня тоже не вариант То есть игрушки я покупала и буду покупать Лучше я подожду с этими зубами Ничего страшного не случится Кому неприятно смотреть На то, что у меня там не хватает несколько зубов, не смотрите Ну а как бы я думаю, что на мой канал приходят не для того, чтобы эстетическое какое-то удовольствие получить Потому что мы живём обычной жизнью, мы обычные простые люди Я думаю, что ко мне как раз-таки за простотой люди и приходят За тем, что им хочется откровенности, хочется честности А не какие-то наигранные Смотреть наигранные какие-то постановы Где у людей всё всегда хорошо Ну и честно вам сказать, последние несколько дней я нахожусь в какой-то Ну это не депрессии Потому что если я скажу депрессия, мне сразу же в комментариях начнут поправлять Вы не знаете, что такое депрессия Это очень серьёзный диагноз Мне так много раз писали это, что я уже боюсь сказать неправильно Я не в депрессии, но у меня какое-то состояние, что мне ничего не хочется делать Какая-то такая апатия, знаете И вот я не могу себя заставить, то ли я уже настолько переутомилась Я же постоянно старалась много лет подряд делать по несколько видео в день И в выходные, и постоянно То ли у меня пошло какое-то переутомление уже Что мне реально пора остановиться и отдохнуть С какую-то недельку, знаете, я уже даже об этом подумываю То ли у меня уже из-за этой войны Потому что мне постоянно стали сниться сны Что что-то взрывается, что мы где-то убегаем Что кто-то погибает То есть то, чего мне ранее не снилось То ли всё вместе взятое Ребёнок растёт Я не успеваю ребёнку уделить нужного внимания Ну вот как я бы хотела, понимаете То есть вот я хочу и то, и то, и то И я понимаю, что я не успеваю Я сегодня целый день занимаюсь там уборкой Костя съездил с ней в парк И как бы по факту Ну что я с ребёнком сегодня Ничего ещё не делала Вот собираюсь только уроки эти сейчас делать А потом я так проанализировала И я поняла, почему у меня возникло такое состояние Я же тоже иногда смотрю видеоблогеров Я смотрела нескольких видеоблогеров из Украины И у меня такое жёсткое разочарование произошло Пару дней назад Я не то, чтобы смотрела каждый день Я некоторое время не смотрела Тем более я знала, что у человека сейчас всё хорошо Человек уже переехал за границу То есть как бы начиналось всё с того, что Эта блогер была в очень опасном месте Из Украины она тоже У них были сильные очень бомбёжки Они сидели в подвале Прям не могли из него выйти Она плакала, просила помощи Призывала к тому, что весь мир должен обратить внимание На то, что люди сидят в подвале, не могут выйти Как-то им помочь В итоге им помогли И посылки присылали Деньги присылали И выехать помогли Далее, что она развелась с мужем Причём это не девушка какая-то там 20-25 лет Это женщина, я думаю, что даже старше меня Она развелась с мужем Вышла замуж за военного С которым познакомилась Потом ездила с ним Он воевал где-то по горячим точкам И мне было человека смотреть приятно В то же время страшно Я за неё переживала Особенно, когда она плакала Говорила, что очень сильные обстрелы были Я всё время переживала Я даже сама ей в комментариях писала Что лучше уедьте Уедьте лучше Не надо там сидеть Вот он воевал Она была дома, когда И очень сильные тогда шли обстрелы Я переживала реально за человека Потом, я не знаю, каким чудом То ли её мужа списали, то ли что Она вместе с ним выезжает за границу Выезжает за границу С военным мужем, со вторым Они сначала были в одном городе Потом они... ой, городе, в одной стране Потом им что-то там не понравилось Они уехали в Норвегию Туда же, куда мой папа И вот, понимаете Я уже давненько её не смотрела Потому что, ну, я как бы знаю Что люди в безопасности Я за неё успокоилась И, ну, я как бы люблю за кого-то попереживать Наверное, кому-то помочь Где-то кому-то... Ну, я больше смотрю Где кому нужна помощь Там вот по своим знакомым Там, да, по старичкам Как там бабушкин знакомый дедушка Как там тётя Дина Если есть какое-то свободное время Или свободные там деньги Я стараюсь, ну, вот, больше обращать внимание На тех, кому нужна помощь Тут я знаю, что у людей всё хорошо Я не смотрела И тут я, короче, решила включить и посмотреть Потому что влог был такой интригующий Как бы, если закончится война Она говорила, хочет ли она вернуться назад в Украину Или остаться там И честно, меня так расстроило и разочаровало То, что она стала говорить То есть она сказала, что Ещё год назад я хотела в Украину Я бы сказала, что я бы вернулась А сейчас здесь такие хорошие люди Здесь такие хорошие отношения Здесь так хорошо Что я хочу жить здесь В Норвегии И знаете, вот Я её могу понять Она переехала Она уже как-то адаптировалась Она уже начала какую-то новую жизнь Плюс, говорят, после войны Даже если война закончится Здесь будет ещё хуже Потому что Ну, оружия очень много Там у людей свободного в руках И всякое такое Люди начнут возвращаться С поломанной психикой с войны То есть очень многие говорят Что после войны будет ещё хуже Несколько лет подряд Будет опасно Ну Но суть не в том Суть в том, что она после этого сказала Она сказала, что Раньше я очень переживала Я постоянно читала новости А сейчас я изредка заглядываю В какие-то ТГ-каналы И типа поняла, что нужно себе спокойствие Лицо у человека реально поменялось В лучшую сторону То есть когда она была здесь У неё такие глаза были постоянно испуганные Немного как, знаете Ну, было такое ощущение Что вот как с психикой немного у человека Из-за того, что он постоянно на стрессе Вот как немного Как затуманенное такое, знаете, состояние Но сейчас смотришь Человек расцвёл Глаза блестят Сверкают Жизнерадостные Лицо спокойное То есть видно, что нервы успокоились Как бы всё И в то же время Вот такое ощущение предательства Я не знаю Когда ты вот за человека Очень долгое время переживал Ты проживал это вместе с ним Ну, ты в одной стране с ним И всё И Я не знаю, как вам это объяснить Вот что внутри в душе делается Понимаете? Такое ощущение предательства Когда люди говорят Что им неинтересно Даже новости почитать То есть для них То, что происходит здесь У них на родине Это стало просто новостями Просто какой-то газетой Какой-то статьёй Что-то где-то там Понимаете? Я не знаю Как Как такое может быть С людьми, которые сами Это всё переживали Как они могут Не думать о других Кто сейчас такое же переживает Ну, как бы Как пройдя этот путь Можно спокойно жить дальше Забить вообще на свою страну И Забить на Всех, кому плохо Кто погибает На всё, что происходит И думать Да Всё Я в безопасности И слава Богу Больше мне ничего не надо Фух Я Меня это уже очень давно беспокоит Потому что Вот смотрите Даже наши родственники Вот мой папа в Норвегии Тётя Оля Его третья жена Но они уже разведены Но всё равно По факту Его третья жена Она в Англии Моя сестра в Германии И все Счастливые Довольные Вы думаете Нам пишут Хотя бы раз в неделю С вопросом Как вы? Как брат? Как брат на передовой? Мой папа вообще Перестал нам звонить То есть Он там начал получать пособие Он там устроился Ему там уже тоже хорошо А мы уже не нужны Вот честно Я вот только сейчас Я пришла Пришла к тому пониманию Что Я занималась самообманом Когда папа жил в Украине Я Я пыталась себя обмануть Что мы ему хоть капельку нужны Вернее как Я понимала умом Что мы ему не нужны Потому что Ну он составил меня Младенцем с мамой То есть Ну и так было понятно Что мы ему были не нужны Но Когда он приходил И говорил там Алисочка Я тебя люблю Там Я думала Ну хоть у одной будет дедушка К Насте сказать Он не приходил Хоть может быть у Алисы Я понимала Что он приходил Когда ему там надо было Деньги зубы полечить Или что-то Он меня постоянно У меня что-то просил Когда приходил Я понимала это Ну что он приходит Как бы из скорости Что он долго не сидит у нас Что он уходит быстро Что он всё время Алиске что-то обещает То мы с тобой пойдём на рыбалку На которую так и не пошли Знаете Когда он ехал в Норвегию Он сказал Ну я всего лишь на годик Мы с тобой Алисочка Я приеду Будем Ну как всегда да Как всегда я приеду Тогда мы с тобой будем И недавно Когда он У меня был день рождения Он меня наверное впервые поздравил С днём рождения Просто написал мне там Доченька желаю тебе Там дра-ля-ля Дра-ля-ля Возможно он из видео моих Узнал что у меня день рождения Потому что он всегда забывал про них И я ему ответила Что папа Ты знаешь По сути Ты меняешь Семью на деньги Потому что там хорошо Там есть выплаты Там Ну он реально хорошо Спокойно устроился А мы здесь И Ну ты как дедушка В любом случае Нужен Короче Вот такие Обидные моменты Когда ты понимаешь Что Всё-таки люди Все живут Ради себя Даже твои Родные Родственники Знаете Вот Они поуезжали Они устроились нормально Им нормально Единственный человек Который возможно Переживает За нас Я так себе думаю Это тётя Оля Потому что она Я знаю Что она смотрит Наши влоги Читает мой Телеграм-канал И Мы с ней не общаемся Потому что Ну понимаете Есть некоторые моменты За камерой За кадром Про которые Не хочется говорить Не хочется рассказывать В двух словах Ну скажем так Тётя Оля И Надина мама Они не очень Уживались Когда мы были в Испании Они ссорились Когда были здесь И как бы Ну мы были не рядом Мы это всё не видели Мы всё это знали Только из рассказов С двух сторон И я как бы Не берусь брать Судить Кто прав Кто виноват Я не хочу этого вообще Я не хочу Надиной мамы нет И о человеке Когда он уже ушёл О нём должна быть Только светлая память Ну это не нужно Это ни к чему Тётя Оля Как-то хотела высказаться В моём телеграм-канале И начала писать Вспоминать Это всё Вот эти вот Разборки Я просто хочу Передать Тёте Оле Если она смотрит Сейчас этот влог Что я на неё Зла не держу Обиды не держу Что она Ну вот Она и моя сестра С моим племянником Больным Да Они Те люди Которые поступили правильно Что они уехали За границу И что они там Им там легче Тётя Оле Плохое здоровье У Тани У моей сестры Ребёнок С аутизмом И им очень нужна Это Спокойная атмосфера Скажем так Помощь Там Ну Это действительно Те люди Которым нужно Находиться за границей И им нужна помощь И как бы Вот Ну Я за них только рада Вот честно Я спокойная и рада Вот Но есть люди Которые Реально Вот Просто Ну вот Как предатели Просто как предатели Ощущаются И Мне сейчас опять 25 раз понаписывают Вы же тоже уезжали Да Но мы там каждый день Плакали Мы каждый день переживали Мы каждый день читали Что происходит в Украине И постоянно хотели вернуться домой И даже сейчас Когда мы каждую ночь Находимся В смертельной опасности И это без преувеличений Мы всё равно хотим быть здесь Понимаете И даже если нам придётся уехать Не дай бог Фу-фу-фу Придётся уехать опять куда-то За границу Если тут будут сильно Очень боевые действия Или Ну Что-то очень страшное Мы всё равно будем хотеть сюда Сюда я вообще не могу представить Как можно жить Бросить свой дом В свой город В котором ты родился Вырос Я родилась здесь В Черкассах Я все свои 42 года Здесь жила Понимаете Ну за исключением тех Меньше года в Испании Я даже никуда особо не ездила Других стран не видела Я вот съездила за границу Я не знаю Почему люди так стремятся Так хотят уехать Из своей родной страны И жить где-то за границей Почему им кажется Что там лучше Вот мы там прожили Некоторое время И да Там были классные музеи Да Там можно было съездить на море Но блин Мне вообще Ни разу не казалось Что там лучше жить Вот вообще ни разу Я не знаю Даже люди Которые там были Вот даже слово Беженцы Это ужасно Это просто ужасно Быть беженцем Я помню Как мы в отеле Сели в лифт Алисе было 4 годика И женщина с нами Зашла испанка И когда она показала На циферку И Алиса там сказала Три Да Третий этаж Та ей назвала По-испански Эту цифру Она просто начала Показывать на циферке И говорить там Uno, dos, tres, cuadro И когда малая повторила За ней Она прям расцвела Она была такая довольна Им просто очень хотелось Чтобы мы были как они Они не воспринимают нас Нами Понимаете Они хотят Чтобы мы были как они Чтобы мы знали их язык Ну может быть Чтобы мы где-то там На них работали Нет восприятия Нас как нас Как Отдельная национальность Вот беженцы Это как Не знаю Как бомжи, наверное Поэтому для меня Совсем нет понимания Как можно быть счастливым В чужой стране В статусе беженца Да и в целом Я не знаю Когда ты очень много лет жил Привык к одной культуре К одному общению Привыкать к другому Да, я понимаю Что возможно в Норвегии Там классно Она говорит Там законы такие все хорошие Папа мой тоже об этом говорил О законах Что у них там Никто ничего нигде Даже не прячет Не запирает Они не боятся Что кто-то что-то украдёт Что это так круто По сравнению с тем Что здесь у нас Но Всё равно Как бы там ни было Здесь тоже очень много Хороших людей И людей Которые не могут выехать Потому что Они в возрасте Они болеют У них какие-то Свои обстоятельства Очень много Есть таких людей Которые просто Не могут выехать И бросать их Если все повыезжают За лучшей жизнью И будут жить И там радоваться жизни И в то время Как здесь другие Будут умирать То Конечно в этом мире Разочаровываешься Потому что Ты думаешь Что Всё-таки У людей есть эмпатия И что большинство людей Такие У которых есть эмпатия Оказывается Что большинство такие Которые Живут для себя В общем Как-то так Не знаю Вот почему-то Из-за этого Из-за этого всего Вот у меня Какая-то Какая-то Грусть Печаль Тоска И нежелание Ничего делать Появилось Когда я Вот это всё Посмотрела Послушала Разочаровалась Вот в очередной раз Разочаровалась В каком-то человеке Понимаете И Когда я понимаю Что вот Вот мой брат По отцу Да Мы не росли С братом вместе Но Тем не менее У нас общий отец Когда я понимаю Что мой брат Сейчас в страшных местах В горячих точках На передовой И Он уже потерял Очень много товарищей Своих Просто Их уже нет Просто вот Когда осознание Этого всего Вот У меня Не складывается В голове Этот пазл Как одни люди Идут На смерть А другие люди Едут Пользуясь Возможностью Ищут лучшие жизни Живут И радуются Ну они даже Не думают О тех Которые пошли На смерть Они не переживают За них Им по барабану Как может быть По барабану То что Где-то Кто-то страдает Умирает Что идёт Эта война Если ты отсюда Если ты здесь вырос Я не знаю В общем Я не знаю Как так происходит Как так у людей Возможно люди Ещё до войны Мечтали Отсюда уехать И где-то Пристроиться Я никого Не осуждаю Пусть люди Делают Как хотят Живут Как хотят Я просто Из-за этого всего Теряю веру В людей Понимаете Которая и так Уже осталась Немного И так Немного Этой веры Осталось Веру В этот мир Веру В любовь В заботу В добро Ты думаешь А вдруг И правда Добрых людей Единиц А в остальном Это мир шакалов И всё Что ты думал Что вот Выращу Детей Добрыми людьми Которые Будут помогать Другим Заботиться И всё это Для чего? Для того Ими просто Кто-то Воспользовался В общем Много мыслей Много 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 Печали Много Грусти Много Посмотрела Видео Где Нет уже Близких Погибли На фронте И Как живут Семьи Много Когда вот Едешь куда-то Вот мы едем В Киев Мы видим Там Кладбище Одно Проезжаем Очень много Воткнуто Флагов Украинских И ты понимаешь Что здесь Вот похоронены Именно те люди Которые Погибли На фронте И когда ты Это понимаешь Что это всё Происходит сейчас В эту секунду В эту минуту Кто-то ещё Погибает Я не могу Спокойно жить С этими мыслами Я не знаю Я уже просто Я постоянно Пью Какие-то Успокоительные Постоянно То есть Может быть Поэтому я там Видео Спокойное Более-менее И Может быть Вам кажется Что у нас Ничего не происходит Ничего такого страшного Что мы живём Как всегда Как раньше Там радуемся жизни Да нет 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 Происходит И я не знаю Насколько долго Ещё Вообще Можно держаться Морально Чтобы Ради ребёнка Я не знаю Наде Очень плохо Морально Очень плохо Это просто Видно Она старается Снимать Какие-то Тоже весёлые Видео О каких-то Походах На шоппинге Потому что Понимает Что Ну никому Не надо Чтобы она там Сидела Плакала На камеру Да И многое Рассказать Она не может Вот Но Ей капец Тяжело Сейчас Я не знаю У неё Год прошёл Как мамы Не стало Ей За этот год Ей не стало Ни капли Легче И Ещё Ей можно Передовой И Как вот так У одних людей Так А у других Людей Всё хорошо Что они даже Новости читать Не хотят Ну как вот так Может быть Я Никогда не думала Что в 21 веке Развяжется Такая кровавая Война В это Никто не хотел Верить То что Не дипломатически Как-то будет Решаться А вот такое Будет И Конца и края Этому не видно Я вообще уже Потеряла веру В то что это Когда-нибудь Закончится Вот реально Вообще Непонятно Что будет Дальше Главное Что от Простых Мирных Граждан Вообще Ничего не зависит Вот просто Сиди И жди Своей участи И всё Понимаете И Меня это Вгоняет В какую-то Тоску И Апатию Я Раньше Думала о том Что У детей Будет Будущее Я У меня Были Свои Мечты Желания Чтобы их Будущее Сделать Лучше Я старалась Как-то Для них Заработать Чтобы они Там могли Выйти Замуж Не нуждаться Так как Это было У меня В начале Семейной Жизни А сейчас Я даже Не уверена Что они Выйдут Замуж Потому что Все наши Парни Мужчины Уходят На фронт И Ну реально Я не знаю Что вообще Будет Впереди Я Я даже Не берусь Загадывать На полгода Вперед Вот вообще И те Кто уехал За границу И хорошо Там живут Мы очень рады Что вы В безопасности Потому что Вы наши земляки Мы за вас Рады Мы за вас Переживали Ну и вы Не должны Забывать о нас Мы не просто Новости В телеграме Здесь реально Гибнут люди Ну в общем Я рассказала Вам о своем Моральном состоянии Я не знаю Что Что сказать еще Я буду продолжать Свои семейные Влоги Я буду Показывать Вам Хорошую Жизнь Как мы Делаем уроки Как мы ходим На кружки А по ночам Я буду слушать Взрывы И смотреть Страшные сны Вот как-то так И ждать Что с нами Будет дальше